Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас и сегодня мы начинаем новый курс, который посвящен такой очень сложной проблеме, стоящей сегодня в обществе. Это эпидемия ВИЧ и СПИДа, которая очень широко распространяется уже не только во всем мире, но она пришла уже и в Россию. Вы знаете, сейчас столько смертей от СПИД в год, что это 20 таких цунами, которая прошла в Таиланде, вот в год столько умирает людей от СПИДа, как в 20 таких цунами, представляете? То есть на сегодняшний момент 85 миллионов людей на всем земном шаре заражены или были заражены, являются носителями ВИЧ. Причем половина из них уже умерли от СПИДа. И в этом году будет заражено 3 миллиона, из них 1 миллион дети. То есть вот та статистика, от которой мы с вами никуда не уйдем. Но хорошо, что сейчас на эту проблему уже стали обращать внимание. Скажем, вот в 1982 году, то есть всего 16 лет назад, было только известно, что это вирус. Больше ничего про это известно не было. Не было ни лекарств, ни таблеток, ни лечения. Знают только, что это вирус, который распространен среди гомосексуалистов. И СПИД считался, знаете, такой религией греха. Божьей карой за неправильное поведение. И говорили, вот не будьте гомосексуалистами, и у вас все будет нормально, вы не будете иметь такой ужасный конец. Но когда в 1986 году 24 человека гидоновцев умерли от СПИДа, они не были ни проститутками, ни гомосексуалистами, ни наркоманами. Они умерли от СПИДа. Вот тут произошло некое изменение в сознании. Соответственно, надо что-то делать. Потому что заражаются этим и дети. Болеют, а они не могут носить на себе греховное поведение. Они еще маленькие дети. Когда рождаются от ВИЧ положительные матери, например. Здоровые люди при переливании крови зараживают. Мы очень подробно поговорим о том, как происходит заражение. Но очень важно понимать, что ВИЧ это не какая-то божья кара за неправильное поведение. То есть болеют и обыкновенные люди. И вообще хорошо, что сейчас состояние ВИЧ, СПИД, уже переведено в понятие хронической болезни. То есть это такая же хроническая болезнь, как любая другая. То есть нужна профилактика, нужно определенное лечение, нужно учиться жить с этой болезнью. То есть, в общем-то, действительно, сейчас изменилось некое отношение к этой болезни. Но в любом случае нужно взирать руку на пульсе. Потому что, например, вы знаете, в стране в Ирландии падает количество заражений ВИЧ, но зато растет среди зародившихся количество девочек-подростков. Значит, естественно, нужно смотреть. Или, скажем, у нас в России в 2000 году было 85% заражения от наркотиков. Сейчас таковых 63%. Но зато заражение во время полового акта, гетеро- или гомосексуальные, было всего 20%. Сейчас 20%. А было 5%. А было 5%. То есть, понимаете, если тогда было, ну, будем так говорить, важно в основном заниматься профилактикой наркомании, чтобы была профилактика ВИЧ, да, сейчас важно заниматься профилактикой не только наркомании, но и, будем так говорить, нормального поведения полового, да, для того, чтобы была профилактика ВИЧ. То есть, нужно постоянно на это смотреть. Может возникнуть вопрос, почему именно ВИЧ мы взяли такой основной темой. Почему не сахарный диабет, например, или рак? Это тоже такая же неизлечимая болезнь, тоже нет от этого лекарства. Но почему именно ВИЧ? Потому что отношение к этой болезни далеко не однозначно в нашем обществе. Если люди относятся к сахарному диабету, к раку, просто как к заболеванию, нормально люди общаются с ним, могут поздороваться с ним, могут общаться. Его жалеют, за него молятся, производят лечение, производят всевозможные клиники специальные, обучают врачей, чтобы лечить эти болезни. То по отношению к ВИЧ пока еще не сложилось такого жесткого мнения, в том плане, что это заболевание, это не божья кара. И общество, и что самая страшная церковь тоже стоит на позиции, что это неправильное поведение. Это религия греха. И вот наша задача на протяжении этого курса, будем так говорить, поменять взгляд на эту болезнь, потому что эпидемия стала реальностью. Мы сейчас, вот в последнее время, буквально за последние полгода, бывали в церквях, где 30% ВИЧ-положительных. Вот недавно мы были в церкви, где почти 50%, каждый второй ВИЧ-положительный. Это церковь, которая создалась из людей, которые были в заключении, или были наркозависимые. Потом люди приходили в церковь, приходили к Богу, освобождались. И потом выяснялось, что они ВИЧ-положительные. И в церквях не знают, что с этим делать. Понимаете, закрываются часто глаза, и часто к этим людям совершенно неоднозначное поведение. Страдают ими, рождаются ВИЧ-инфицированные дети, потому что люди просто не знают, не служители, никто не знает, как проводить профилактику. И к врачам даже порой запрещают этим людям ходить, потому что говорят, это ваш шаг безверия. То есть очень неоднозначное отношение к этому заболеванию. И мы видим, что это беда, и об этом действительно нужно говорить, и будем так говорить, доносить эту информацию. И с другой стороны, мы совсем недавно были на международном таком симпозиуме, где обсуждалась вот эта проблема эпидемии ВИЧ и СПИДа. И там врач вышел и говорит, представьте себе, вот сейчас от ВИЧ-положительной матери 30% вероятность, что родится зараженный ребенок. То есть будет носителем ВИЧ. И сейчас мы уже, вот мы врачи, разработали такую таблетку, которую нужно просто вовремя принять, и мы можем спасти из 100, вот из этих 30, спасаем 28 человек. То есть из 100 30 рождалось, сейчас из 100 рождается всего двое носителей ВИЧ. Нужно просто эту таблетку вовремя принять. Стоит она всего 2 доллара. То есть сейчас вот медицина действительно дошла до такой стадии, когда снижается это трезаражение. Понимаете, нужно, чтобы люди знали эту информацию, чтобы люди ею владели, чтобы мы как служители могли людям помочь найти эту информацию и элементарно начать это лечение. И вот мы сейчас как раз будем говорить о том вообще, что такое ВИЧ, каким образом ВИЧ распространяется. Знаете, мы постараемся вам как бы визуально нарисовать эту картинку, чтобы вы точно так же могли объяснить, почему и зачем нужно серьезно относиться к этой проблеме. Ну, как мы говорили, все как бы состоит из пяти основных компонентов. Помните, мы говорили, что в любое консультирование, любая помощь пять компонентов включает. Первый компонент это? Это когнитивный компонент, то есть компонент выдачи определенной информации, компонент, когда мы людям говорим о том, что происходит, как происходит, почему это происходит. Второй компонент это рефлексивный. То есть что такое рефлексия? Когда человек берет и эту информацию пропускает через себя, надо мне это или не надо. И просто, конечно, наша задача сейчас этого курса, чтобы каждый из вас понял, что это в первую очередь нам как служителям надо знать. Для того, чтобы мы потом помогли другим людям понять, что им это тоже надо знать. Мы живем сейчас в такое время, что каждый должен владеть этой информацией. Третий компонент это мотивационный компонент, то есть замотивировать человека, показать ему, что действительно ему нужно. Он столкнется с этим обязательно. Вы знаете, в России провели исследование. Сейчас среди молодежи от 15 до 28 лет каждый 20-й является носителем ВИЧ. В крупных городах. Ну, понимаете, многие говорят, цифры завышенные. А знаете, недавно мы слышали мнение экспертов, что это даже цифры заниженные. То есть это только те, которые пришли и встали на учет в спид-центрах. То есть, понимаете, это действительно вещь очень серьезная в нашей стране, и об этом просто нужно говорить. То есть, представляете, если собрался класс, в котором находятся 20 мальчиков, один из них с большой долей вероятности является носительный ВИЧ. Он может сам об этом не знать. Как к нему относиться? Почему именно мальчиков? Почему именно мальчиков? Хороший вопрос. Потому что в этом возрасте мальчики обязательно сдают все анализы для поступления в инкомат, да? Да. В армию. То есть, среди женского населения нашей страны... Такое исследование не проводится, но наверняка этот процент гораздо больше, потому что женский организм эту заразу быстрее цепляет. Обычно женщины узнают, что они ВИЧ-инфицированные, когда встают на учет по беременности. Вот, понимаете, какая вещь. А мальчики, они обязательно проходят вот эти исследования в инкомате перед армией. И вот выявлен такой вот процент. И почему мы хотим сказать, что это важно доносить? Вот мы были недавно в стране Уганда. Это центр Африки. Можете себе представить, что 8 лет назад в этой стране эпидемия была 26% по стране. То есть, каждый четвертый был заражен? Более того, в возрасте от 15 до 30 лет был заражен каждый второй. То есть, эта страна буквально вымирала. И когда на уровне президента была принята кампания по профилактике ВИЧ во всех учебных учреждениях, потому что в основном заражались через половые контакты, сейчас на данный момент всего 6%. Представляете? 6%. С 26% до 6% упало вот это, будем говорить, процентное соотношение. Здорово. То есть, это работает. И думаем, ну, кому же, как не нам, людям, которые поставлены Богом здесь, вот, заботиться о здоровье нации, не только духовном, но и в том числе душевном и телесном. Давайте мы владеем этой информацией, чтобы знать вообще, как нести эту программу в нашу страну, чтобы не было 26% со временем. Оно будет, если мы не начнем ничего сейчас делать. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Надо что-то делать. Четвертый необходимый компонент, который всегда присутствует в любом консультировании душепопечения, это поведенческий. То есть на основании того, что человек осознал эту проблему и замотивирован на какую-то работу, ему нужно изменить свое поведение. Либо изменить свое рискованное поведение, свое неправильное поведение, если оно было. Либо изменить свое отношение. К АРТ, например. К терапии. Или отношение к ВИЧ-положительному человеку, что через дружбу это не передается, например. Хотя многие так думают. Вот я ему посмотрел в глаза, что я уже заразился, ВИЧ. Это миф. И он чихнул при мне. Я что, теперь заражена? Вы знаете, нам конкретно задают такие вопросы. Конкретные вопросы идут. И мы вот эти вопросы все максимально с вами разберем, чтобы вы потом могли, будем так говорить, давать обстоятельные ответы, основанные на конкретных данных, которые сейчас уже есть. Ну и последний, пятый компонент, который объединяет и детерминирует все эти четыре выше названных, это духовный, конечно, компонент. То есть необходимо осознание вот этих духовных истин, по которым жить. Осознание того, что без этих ценностей, без вечных ценностей, которые существуют в мире, нравится это нам или не нравится, они есть. Без этих ценностей невозможно ни поведение свое изменить, ни мотивацию свою, ни рефлексия. Не произойдет. Не произойдет у человека. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова